Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мое приветствие будет очень коротеньким. Объясняю почему. Мне написала Венера с рекомендациями, пожеланиями, чтобы я делала короткие приветствия и короткие прощания. И я считаю, что Венера в этом права, потому что это более рационально можно использовать время, которое я уделяю длинным приветствиям и длинным прощаниям. И еще у нее такое пожелание не озвучивать комментаторов, не передавать приветы и так далее. Вот тут я не знаю, Венера моя дорогая, что делать, потому что многие просят, чтобы их озвучили. Вот видите, мы все разные. Кому-то это нравится. Мне вчера написали в личку в Одноклассники и в WhatsApp, что Елена Михайловна вы нас не назвали. Как-то люди, видимо, огорчились. Я не знаю, как тут. Вот мы все разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я решила на золотую середину. Я все равно отвечаю на ваши вопросы и называю ваши имена, так как у меня там много Лен, Оль, Тань, допустим. Я добавка еще называю ваши фамилии. Тем самым помните, это мое вам большое расположение. И спасибо за то, что вы меня смотрите. Итак, не затягивая время, начинаем отвечать на вопросы. Альфира Дорогая спросила, вот у нее нет желчного пузыря. Можно ли ей перейти на кетопитание? Вы знаете, абсолютно противопоказанием к кетопитанию я вам отправила видео. Вы посмотрели, там вот несколько, три, по-моему, заболевания, которые являются полным противопоказанием применения к кетопитания. Отсутствие желчного не является противопоказанием этого питания. Ну, моя хорошая, я не доктор, не лечебник. И давать какие-то серьезные такие рекомендации я просто не имею морального права. Решение это только за вами. У меня масса болячек. Я перешла на кетопитание, не спрашивала разрешения врачей. Тем более, я знаю, что многие просто против категорически. А некоторые просто не в курсе этого питания. Поэтому, мое хорошее, решение только за вами. Тут ваше здоровье, и от этого все зависит. Вы должны понять, что это ваше, что вы сможете, и что вас это будет устраивать. Рекомендации давать, приступать к этому питанию. Нет, я вот, к сожалению, не могу. Просто не имею морального права на это. И у вас второй вопрос по поводу моего КБЖУ. Мои хорошие, я уже не раз повторяла, вы, пожалуйста, на меня не пеняйте. У нас у всех разные КБЖУ. Неважно, на каком мы режиме питания придержимся. Я абсолютно уверена. Ну, это не мое личное мнение, и не я это придумала. При любом режиме питания, какого бы вы ни поддерживались, должен быть рассчитан, согласно вашим параметрам, КБЖУ дневной. Белки, жиры, углеводы, ваш дневной рацион. У каждого у нас разный возраст, разный вес, разная активность и так далее. Поэтому считается для каждого в отдельности. При любом питании, при любой диете. И ориентир держать на меня не нужно. Если, допустим, мои 1200 для меня хорошо, а кому-то это мало, а кому-то на этом очень много. И поэтому нужно подбирать КБЖУ обязательно, согласно вашему возраста, веса, возраста, веса, активности, жировых отложений и так далее. Поэтому, пожалуйста, не держите на меня ориентир. То, что хорошо мне не подойдет вам, потому что мы все разные, разного возраста, параметров и так далее. Поэтому, если вы, Альфира, хотите перейти на кето-питание, и вас заинтересует ваш дневной КБЖУ, пишите свои параметры, я вам обязательно посчитаю. Это не проблема. Надеюсь, я вам ответила. Если что-то не очень понятно, пожалуйста, пишите еще под этим видео. Дополнительно я вам отвечу. Наташа Поломерчук, она перешла неделю на кето. Наташа, только вперед. Удача, моя дорогая, все будет хорошо. Вот моя дорогая Танечка Багдашова. Она вчера написала мне. Елена, вы почему мне не озвучили? Хотя мы с ней ночами у нас дружеские баталии пакета питания, и мы долго это обсуждаем. Так что, Таня, я вас помню. Неля. Неля, спасибо вам, моя дорогая, за ваши хорошие комментаторы, комментарии, Оля Братилова, Ирина, Ирине, которая написала, что я боец. Ну, в какой-то степени может быть и боец, но настолько мне комфортно мое питание, что для меня это норма. Обычная жизнь, обычное питание, все нормально. Ну, конечно, есть ограничения, но тем не менее. Вы знаете, основная масса моих подписчиков и гостей канала написали одно и то же, что я должна продолжать худеть. Мои дорогие, я полностью с вами согласна. Худеть я буду, и останавливаться я не собираюсь. Все впереди, и, естественно, путь мой нелегок и нетруден, но тем не менее, худеть я буду обязательно. И с вашими комментариями по этому поводу я полностью согласна. Мне понравился комментарий Анжелики, которая написала, худеть надо, худеть, а поправиться мы всегда успеем. Это точно, в десятку написали. Так что очень понравилось. Оля Федорова, Оля Федорова, вы куда рванули? Просто респект вам, 58 килограмм, моя дорогая. Мне до вас 11 килограмм. Умница, умница, респект вам. Умница, Оля. Я просто рада за вас. Ну, молодец. Молодец. Очень приятно вот такое читать от вас. Приятно читать всегда в комментарии Лидии Казаченко. Светочки у меня две, которые писали. Пожалуйста, продолжайте. Не останавливайтесь. Мои дорогие Светы. У меня еще одна Света будет чуть позже, я озвучу. Вы правы. Ваши комментарии, которые я прочитала, они тоже соответствуют тому, что я думаю. Молодцы, девчонки. Спасибо за ваши хорошие такие пожелания в мой адрес. Спасибо Ларисе тоже, Виржиния моя дорогая. Всегда хорошо мне тоже пишут. Спасибо вам. Я буду продолжать худеть дальше. Была очень заинтересована, какой же мой будет канал. Белочка, я не могу еще как-то определиться. Пытаюсь что-то придумать, но пока не получается. И девчонки, вот Кира мне написала очень хороший такой вот вариант. Шагни в новую жизнь. Это как-то созвучно. У меня есть такие стихи. Все, я начну сначала. И вот как-то это созвучно. Мне это очень понравилось. Татьяна мне написала «Из вспышки в худышке». Ну, в общем, девчонки, я думаю. Я думаю. И спасибо, что вы участвуете. Мне так приятно. Просто спасибо огромное. Аллочка мне написала очень хороший вопрос. Дала по обвисшей нашей коже. Конечно, моя дорогая, убрать, убрать все нереально. Тем более в возрасте. Я прекрасно это понимаю, но я не останавливаюсь. Я делаю какие-то масочки, я делаю массажи, я делаю упражнения. Если кому-то это интересно, важно, давайте мы какой-то выберем день или видео. Напишите ваше пожелание. Я расскажу полностью, как я за собой слежу, как я за лицом, за кожей и так далее, и так далее. Это очень важная тема. И, мои дорогие, еще хочу вот такую ремарочку. Худеть надо медленно. Когда медленно худеешь, тебе легче подтягиваются все проблемные места. Хирургическим методом я, конечно, не собираюсь прибегать. Ни финансово, ни душевно, ни морально я к этому не готова. Я считаю, ну, как есть, так и есть. Если у меня, ну, животик, так бы скажем, более-менее достойно, меня очень беспокоят руки, работы очень много с руками. Вот эти места, которые обвисают, никуда их не денешь. И понятно, что только хирургическим путем можно это все убрать. Но будем жить, что есть, как говорится. Ну, как я ухаживаю, кому интересно, могу просто заснять видео, показать, рассказать и так далее. Поэтому, Алла, к сожалению, да, проблема серьезная. Но надо как-то стараться убирать. И если худеешь медленно, то это более качественно убирается. Я расскажу, как я это делаю, делаю. Вот хорошо убирает животик упражнение с валиком. Девчонки, всем рекомендую. Очень-очень рекомендую. Сантиметры в талии убирает хорошо. Я очень его рекомендую. И вот мой внук подсоветовал старше приседания. Я делаю 4 раза в день по 10 приседаний. Тоже очень хорошо подтягивает мышцы живота. Вот тоже я бы вам... А вот тут рядом у меня гантели. Это для моих ручек. Так, Надюша Дорошина у меня спросила про яблочный уксус. У меня спрашивают очень часто про яблочный уксус, мои дорогие. У меня в практике нет, я не пила яблочный уксус. И много слышала хорошего. И знаю, что Эрик Берг принимает. Это был один раз в день, по-моему, вечерний ужин. Ну, только хорошее слышала. Знаю также, будьте осторожны. Есть противопоказания. Это гастриты, язвенная болезнь желудка, повышенная кислотность. Но вот сказать, ну, не пользовалась. Тут я вам не могу сказать по этому поводу ничего. Хотя, говорю, очень-очень наслышанно. Очень наслышанно. Хорошие очень отзывы по поводу этого. Еще у меня задала Светочка. Я так поняла, что она у меня новая подписчица. И она тоже желает перейти на кето-диету. И она меня спрашивает, как быть со сладостями. Моя дорогая, со сладостями никак. Так, я первые две недели вот настолько строго все соблюдала. И в моей жизни не было даже вот в этот первый период, две недели, да, даже ягод, которые разрешены, там, маленьким количеством. Я даже не пользовалась этим. Кето-диета и сладкое несовместимы. И то, что вы кушаете мед, это, ну, вы не войдете в кетос. И вы сами знаете, что у вас как-то вот такие очень нежелательные последствия после приема. Да, сладкое и урчит, и бурчит, и все, что угодно. Первые три с половиной месяца у меня было очень строго. Ну, у меня нет сладостей. Моя самая сладкая – это кофе с жирными сливками. Естественно, без сахара. Фрукты. Я вводить стала по одному штучки в день. Это только после того, как сижу 8 месяцев, допустим, просидела я, да, я только-то потом стала по одной-две штучки добавлять там в неделю. Я кушаю только разрешенно. Нам на кето разрешены ягоды. Ягоды нам можно. А фрукты, вот под запретом 100% – это бананы, груши, виноград. А в первые месяца, пока вы не в кетозе, пока ваш организм как бы не привык к этому режиму питания, вам вообще никаких фруктов, кроме ягод, нельзя. Когда вы уже будете в стойком кетозе, вы уже будете как-то расширять свои там фрукты, там мандаринку, апельсинку, может киви, может зеленое яблоко, что-то с этой серии. И летом в сезон, там в осенью нам можно дыни маленько, нам можно арбуз. И вот как-то так. Нам при кето разрешены сахароподсластители и сахарозаменители. Я лично, я категорически против сахарозаменители, подсластители, когда делают и подстребушки, и кетобомбы с ними, и тортики. Я делаю и тортики, и пироженки, и все. Но делаю я пересахарозаменители. Если вы уж хотите точно перейти, желаете перейти на кето-питание, пожалуйста, можно делать какие-то сладости с заменителями. Это я против, категорически, хотя при кето они разрешены. Я не употребляю. Если я делаю какие-то сладкие пирожки, я делаю их с ягод. Больше я и сладости ничего не добавляю. Но хочу сказать, мед при кето недопустим, моя хорошая. Если вам интересно, если вы не знаете, какие запрещенные, какие разрешенные продукты, я могу вам скинуть список разрешенных и запрещенных продуктов. Светочка, понятно, да? И если вам нужно посчитать КБЖУ, пишите, я тоже вам посчитаю и отправлю. У вас маленький ребенок, конечно, сложно. Ну, в принципе, все равно ребенок кушает не то, что кушаете вы. Вы не кушаете мясо. Ну, это неплохо. Дело в том, что многие кетозники и не кушают мясо. Очень многие. И сейчас, когда я уже год на кето питание, я мясо стала кушать очень-очень редко. Больше у меня рыбные дни. Рыба присутствует, морепродукты, птица. Ну, может, раз в неделю мясо. Ну, а многие-многие кетозники, я знаю, которые вообще не кушают мясо. Поэтому, если вам интересно, какие продукты при кето разрешены и какие запрещены, вы пишите, пишите насчет своего КБЖУ, и я вам скину ссылку на те продукты, которые нам можно. А вот про мед вы должны забыть. При кето это недопустимо, моя хорошая, к сожалению. Так что, Светочка, пиши. Я думаю, у вас много вопросов. Пиши, я отвечу под этим видео или в следующем. Девчонки, может быть, я кого-то опять забыла. Пишите. Не обижайтесь. Не обижайтесь. Если кого-то опять пропустила, пишите варианты. Если у вас есть, мне очень приятно. Буду думать. Я буду вам отвечать. Не буду затягивать видео. Не буду долго с вами прощаться. Но если кто-то зашел и не подписан, я буду признательна. Подписывайтесь. Будет много интересного. Не забудьте поставить лайк. Ну, а кому не понравилось, дизлайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.